Девушки отдыхают Я сломлен потрясением. Вряд ли я скоро приду в себя после того, как увидел Осуина. Я Бан Сигхарт, правитель драконьей вершины и твой должник за доброту, с которой ты отнесся к моему сыну. Что ты хочешь в награду за спасение Осуина? Девушки отдыхают Собственно говоря, я сегодня ужинаю с Регинальдой, банной Белой реки. Я немедленно расскажу ей об этом. Знаете новости насчет Хоу? Весь город знает. Бриланд, наверное, рад. Этот полукровка холодит, как скала. Они вроде бы служили вместе в прошлую войну. А тех, кто желал Рендону Хоу смерти, я не упрекну ни в неразумности, ни в бессовестности. Ты же его знаешь. Рядом с ним змея показалась бы добродушной. Не скажу, чтобы я так уж оплакил его. Мы с ним не были друзьями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Подумай получше. Нет, я не могу это сделать. Лучших нигде не найдете. С возвращением. Желаешь взглянуть на что-нибудь еще? Только лучшее изделие прямиком из Арзамара. Расскажу, что смогу. Хоть я обычно не торгую тем, что мне не принадлежит. Это столица Ферелдена, так что всех важнее тут королева и регент. А вот у городской стражи, судя по всему, теперь новый начальник. Эрл Рендон Хоу. Он откуда-то с севера. На всех товарах стоит личная печать моего тестя, лучшего кузнеца в Донориме. Гномьи изделия превосход... В чем дело? Мне надо работать. Ладно. Добрый день. Оживленная тут торговля, не так ли? Отдохни здесь. У меня тут лучший выбор цветов и арлисианских аромамасел во всем Донориме. Может, для подруги? Розы – ключ к сердцу любой женщины. Я еще не весь город знаю, но рынки – мой второй дом. Зачарованные магами предметы продают в чудесах Тедоса. Это по аллее на север. Кузнец Вейд и его магазин на юге. Если хочешь найти работу, иди на юго-восток. Там, рядом с домом священника, есть доска Хариста. Если замучила жажда, отправляйся в таверну истерзанное знать, что к северу отсюда. Но соблюдая осторожность, там народ заносчивый. Я из Орлея. Слыхала о таком? Лаш Донорим – хороший город, но я скучаю по Валру Айо. В это время года там очень красиво. В Орлее столько всего хорошего, но иногда там не очень хорошо быть простолюдином. У брата были неприятности с шевалье, и мы вскоре уехали. Вы тут так мало знаете об Орлее. Шевалье – рыцари самого высокого ранга. Самые искусные в мире, с исключительной дисциплиной. За их службу им полагаются привилегии. Они могут делать что угодно с людьми более низкого сословия. Шевалье мной заинтересовался. Это было его право, но я этого не хотела. В ярости мой брат ударил его горшком по голове. А это почти предательство. Той же ночью мы уехали сюда. Может, у тебя на родине это и правильно, но не в нашем королевстве. Многие преклоняются перед шевалье за их мастерство, честь и деяния. А другие попросту боятся, как мыши в логове кошки. Прошу меня извинить. У меня кружится голова. Как приятно вернуться в цивилизованный мир. Осторожней с этим свертком. Осторожней с этим свертком. Твое длинное. О, у меня посетитель. Ну что ж, полюбуйся на товары. Мастер Игнасио Торговец. К твоим услугам, сэр. У нас с двоюродным братом торговые связи везде, куда ходят суда. Мы продаем мебель, шелка, резьбу и многое другое. Сезар занимается товарными запасами, а я другими делами. Сделки, деловые встречи. Сезар избавляет меня от повседневных забот о нашем магазине. О нет, я торговец в душе. Мой дом – дорога. Но родился я по ту сторону Недремлющего моря, в Антиве. Я не был там очень много лет. Впрочем, дорога всегда была ко мне более благосклонна, чем родной город. В порту Риалто жизнь ценится дешево. Так же дешево, как пиво в портовых тавернах и грязные шлюхи. Здесь можно прожить гораздо дольше, а человек с умом еще и сумеет сколотить приличное состояние. Явная предсказуемая опасность очень бодрит. В Риалто всякую минуту может пролиться кровь, и частенько так и бывает. По мне, пусть хоть каждый день нападает порождение тьмы. Они хотя бы не подкрадываются из-под тяжка. Хм, сейчас нет. Может, когда-нибудь. Я не был там очень много лет. Впрочем, дорога всегда была ко мне более благосклонна, чем родной город. Удачи тебе, страж. Вам письмо, милорд. Мне еще нужно кучу писем доставить. До свидания. Не твою ли дочь, Брилланд, я видел на рынке? Возможно. Хайбрен только и делает, что кидает деньги на ветер. Если мы еще задержимся в Денерееме, придется отправить ее в монастырь. Это чересчур сурово. Она же еще дитя, и перерастет эти глупости. Сколько ей? Пятнадцать? А что, они в этом возрасте становятся невыносимыми? Да, минувшей весной стукнуло пятнадцать. О, Суин, мой сын был ничуть не лучше. Остается верить, мой друг, что это пройдет. Иначе придется тебе задушить ее и выкинуть труп в реку. Я не в силах выразить благодарность за то, что ты сделал. Ты здесь по поводу записки? Быть может, у нас найдется о чем поговорить. Ты представляешь для меня большой интерес. Кого ты обвиняешь в убийстве? Меч или мечника? Вороны всего лишь инструменты в руках тех, кто преследует свои цели. Итак, одному из наших мечей сделали заказ. Теперь он и его подручные выполнят свою работу или умрут. Но вороны в целом здесь ни при чем. Вороны в целом здесь ни при чем. Я уже этого просил. Я это вижу. Как скажем? Отлично. Вот глупые. Сделано. Подумай еще. 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 Продолжение следует... 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 нет на минуточку внутрь нельзя можете возвращаться к парадному входу и вообще вам сейчас нельзя расхаживать по улицам чума все-таки знаете так уж получилось я не насылал ни на кого ни мора ни чумы я просто зарабатываю на хлеб не столько чтобы терпеть все эти расспросы чего вам надо за 6 конечно я тебя не видел ты меня не видел что теперь враги приближаются дело сделано что теперь помоги нам пожалуйста мы не больны вызвали нас отсюда спасибо друг они уже увели его через черный ход мы не знаем куда можешь дважды не повторять что это во имя создателя остановите его что КОНЕЦ Здесь кто-нибудь есть? Благослови тебя, Создатель Дитя. Не бойся. У моих глаз еще хватит силы, чтобы разглядеть тебя. Приятно познакомиться с тобой. Я Сэр Отто. Я Хромовник. Я лишился зрения в битве с могущественным Малификаром. Он призвал пламя из пустоты и обжег мне лицо. Шрамы залечились, но зрение ко мне так и не вернулось. Будучи в Эльфинаже, я почуял, что здесь действует нечто зловещее. Что именно, я не знаю. Мне пришлось запастись терпением, но некоторые эльфы поговорили со мной откровенно. И я узнал их печальные истории. Однако я не нашел веского подтверждения своим страхом. Мои уши сделали все, что могли. Я надеялся, что ты послужишь моими глазами. Высматривая в Эльфинаже, все из ряда вон выходящее. Не знаю, но я чувствую, что-нибудь обязательно найдется. Ты юношеспособный. Надеюсь, ты найдешь то, что я ищу. Храни тебя Создатель Дитя. Что ты нашел? Жена и обе дочери умерли. Вы ведь не из плохих людей, правда? Я просто хочу порадовать бабушку. Из домовых людей. Они пришли бранной ночью. Мы все сироты были там. И потом была кровь. Ох, кровь до сих пор течет. Бедные животинки. Бедные мы. Столько погибло. Много. Очень много. Приют теперь совсем вымер. Собаки тоже слышат плохих людей. Они от них в злости и замешательстве. Бедные щеночки лают на шум. Пусть они прекратят. Никогда ее не видела, но она меня защищала. Но я потеряла ее амулет. Бабушка, пусть голоса умолкнут. Все и ничего. Они хотят крови. Еще больше крови. Плохие люди в доме. Плохие люди и вас убьют. Плохие люди в доме. Плохие люди в доме. Плохие люди в доме. Готово. Кто здесь? Не подходи. Нечего мне рассказывать. Очень прошу тебя, уходи. Я не хочу неприятностей. Ладно. Я видел, как они уводили всех. Вытащили их прямо из постели. Волокли вниз по лестнице. Создатель, как плакали малыши. Через старый кабинет владельца дома. Они входят туда, а назад не выходят. Я его видел. Его прогнали по коридору вместе с другими эльфами. И все связаны в одну связку. Точно вьючные молы. Каждые пару дней они возвращаются. Это похоже на парад. Только совершенно бесшумный. Мужчины, женщины, дети. Тебе надо уходить. Они скоро вернутся. Они узнают, что я проболтался, и меня тоже заберут. Умоляю тебя, уходи. С этим покончено. Впереди новые враги. Тебе здесь сделали не в душе. Вот сейчас будет бой. Будет сделано. Отлично. Иначе я это сделал. Отказать. Кровопровернее ничего слабого нет. Я закончил. Что это? Теперь. С этим покончено. Что такое? Уже новая партия? Мы так не... Погоди. Да ты же не Тебентерец. Ты кто такой, а? А ну бейте их! Скорей! Отлично. Я тоже готовлюсь, потому что... Я это сделал. Продолжение следует. Девушки отдыхают 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 Конечно. Регент Логейн нынче только и говорит, что о стражах. Это слово у него даже популярнее слова «золото». Да уж, тебе это должно быть интересно. Я слыхал, ты копаешь под Логейна. Нелегкой должно быть задача, а? Гору сравнять и то легче. Полагаю, помощь тебе не помешает. По правде говоря, нам и не суждено было долго здесь проработать. Мы немало заплатили Логейновым солдатам, но едва закончится собрание земель, мы станем неудобны. Так что вот мое предложение. Плати сотню золотых и получишь письмо с печатью Тейрна Гварана, где прямо сказано, что он во всем этом замешан. Тогда мы просто уедем на пару дней раньше, чем рассчитывали. Прихватим деньги и оставшихся рабов, и ничего на этом не потеряем. Разумное предложение для начала. Какая мерзость. Мы же на это не согласимся, правда? Итак, мы договорились? Даже ты должен признать, что это куда лучше, чем варварское кровопролитие. Оно подлинное. Будет тебе от него прок или нет, этого я сказать не могу. Иные не поверят в правду, даже если она колет им глаза, верно? Любопытно. И это, по-твоему, сделка? Что ж, придется пойти другим путем. Ну как, парни, готовы? Не стоит выкладываться до конца. Парни, не стоит выкладываться до конца. Что ж? И вы! Парни, солдатик! Активно, что похожи ваши кишки! Хватит! Хватит! Похоже, о тебе рассказывали правду. Сдаюсь. Если бы я использовал силу оставшихся тут рабов, я бы намного увеличил твое здоровье. Дозволь мне покинуть это место живым. Я буду безмерно счастлив оказать тебе эту маленькую услугу. Предложение любопытное, хоть и малость неприятное. Ну как, мое предложение тебя интересует? Да? Тогда, полагаю, ты не согласишься просто меня отпустить. Эх, какая жалость, а? Будет сделано! Не станем ляжкать, ладно? Спасибо за просмотр! Ты не похож на Тевентерца. Впрочем, это не важно. Ты один из них? Что с нами сделают теперь? Шианни? Так это она прислала тебя сюда? Хвала Создателю. И правда, не будем злоупотреблять твоей добротой. Идемте, собратья, домой. О, это ты. Добро пожаловать. Пожалуйста, заходи. Расскажи, как там Дункан. О, да. Мы с ним дружны уже много лет. Так. Судя по выражению твоего лица, у тебя невеселые новости. Как жаль. Я знал, что стражи понесли при Астагаре большие потери, но слышал, что некоторые спаслись. Вот и надеялся, что Дункан тоже спасся. Мы пережили вспышку чумы во время войны с Орлеем. Выдержим и теперь. Сильно сомневаюсь, что вмешательство Тевентера сильно бы нам помогло. Он время от времени заходил сюда в поисках рекрутов. Может быть, тебе это покажется странным, но Дункан знал, что талант может рождаться в самых неожиданных местах. Пожалуйста, возьми вот это. Его дал мне Дункан много лет назад. Думаю, ты найдешь ему более достойное применение, чем я. Удачи тебе, страж. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Хорошая игра, Эамон Но знаешь, никого здесь она не тронула Ты попытаешься посадить на трон марионетку Об этом известно всем Но хотелось бы задать вопрос Кто будет дергать за ниточки? А вот и кукловод Скажи нам, страж Как орлесианцы отнимут у нас страну? Соизволят они послать сюда войска Или просто отдадут приказ через этого якобы принца? Что они предложили тебе? Почем сейчас честь Ферлденца? Многим из нас интересно, Логейн Что же все-таки случилось при Астагаре? Так один из убийц Кайлона смеет толковать о предательстве? Вы привели нашего короля к гибели Твердя ему напущенные россказни о грифонах, летящих в битву Что это значит? Ферлдене нет рабства Объяснитесь, пожалуйста Эльфи наш уже не спасти Еще не восстановлено то, что было разрушено во время беспорядков В домах до сих пор лежат разлагающиеся трупы В такое место я не послал бы излейшего врага Если сюда придет мор, удержать эльфинаж будет невозможно Что бы ты ни думал об этом, страж Я исполнил свой долг Как невелика моя жалость к эльфам Я сделал то, что было необходимо для блага Ферлдена Страж Кайлон был сыном Мерика Если бы при Астагаре оставался хоть малый шанс пробиться к нему Я сражался бы до последнего вздоха, чтобы спасти его Неужели я должен был пожертвовать тысячами других жизней Когда увидел, что надежды больше нет А все вы, серые стражи, со своими россказнями о славе Россказнями о героических поединках с архидемонами Вы убедили Кайлона, что война — это легко Что достаточно выехать на бой в новеньких доспехах И добыть победу, которая сама упадет в руки точно зрелый плод Впрочем, его смерть — только первое из преступлений Которые ты, страж, совершил в Ферлдене Что ты сделал с моей дочерью, Анорой? Ты увел силой мою дочь, нашу королеву Перебив при этом ее стражу Что за хитрости ты применил, чтобы удержать ее в своих руках? Жива ли она вообще? Думаю, я и сама могу говорить за себя Лорды и леди Ферлдена Мой отец больше не тот, каким вы его знали Этот человек не герой Рики Дэйн Этот человек увел свои войска и не стал защищать короля Когда тот храбро сажался с порождениями тьмы Этот человек захватил трон еще прежде, чем остыло тело Кайлона И держал меня в заперти, чтобы я не могла разоблачить его предательство Я была бы уже убита, если бы не Серый Страж Итак, влияние Стража отравило даже твой разум, Анора Я хотел защитить тебя от этого Милорды и леди Нашей земле и прежде угрожала опасность Враги вторгались в ее пределы Мы теряли ее и отвоевывали И так было не раз Мы, ферлденцы, доказали, что нас невозможно покорить, пока мы едины Так не дадим же теперь разделить нас Поддержите меня И мы победим даже самый мор Южный предел поддерживает Серых Стражей Пик Дракона поддерживает Стража Западные холмы с тобой, Логейн Храни нас, Создатель Я поддерживаю Логейна Без него у нас вообще нет надежды на победу Я с Логейном Кто еще может победить мор? Логейн, я с тобой Это сулит беду всем нам Собрание земель выразило свою волю Слепое доверие Серым Стражам лишило нас Короля Мы не допустим, чтобы оно же лишило нас Отчизны Я обвиняю Алистера, Эмона и Стража в измене Кто-нибудь, проводите мою дочь в ее покое Выведите изменников наружу до начала казни К оружию Нас не возьмут без боя Не стоит выкладываться до конца Будет сделано Никаких попросек Я это сделаю Отлично Отлично Умришь Отлично 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 За честь! Что? Два дуга! Создатель! Создатель! Именем Создателя стойте! К порядку? Согласен. Не допустим, чтобы на собрании проливалась кровь. Право Алистера на трон оспорено. Во времена до правления короля Каленхада такие споры решались поединком. Алистер против Логейна. Согласится ли с этим собрание? Да, если это поможет избежать нового кровопролития. Но бой должен вестись согласно традиции. Голыми руками, один на один, до тех пор, пока один из противников не запросит пощады. Вы принимаете условия? Люди пойдут либо за тобой, либо за мной. Ради этого мы и сразимся. Приготовься! Спасибо! ВОЛИ轉! Девушки отдыхают Кайлона, дитя которому вздумалось поиграть в войну Я ошибался В тебе есть сила, какой я не встречал в людях с тех пор, как умер Мерик Я сдаюсь Стойте, есть и другой выход Терн, испытанный воин и знаменитый полководец Он может нам пригодиться Пускай пройдет посвящение Во всем Ферлдене настолько трое А у нас есть веские причины собрать как можно больше стражей до сражения с Архидемоном Посвящение само по себе часто завершается смертью Если он выживет, ты получишь полководца Если нет, отомстишь врагу Разве это тебя не устроит? Нет, нет и еще раз нет Риордан, этот человек бросил на смерть наших братьев Да еще и обвинил в этом нас самих Он преследовал нас, как диких зверей Он пытал тебя Как мы можем все это забыть? Стать одним из нас это великая честь, а не наказание Сделав его серым стражем, ты унизишь всех нас Я никогда не признаю его братом Никогда! Не все можно забыть или простить Дело уже не в незапятнанной чести Мы же не говорим о какой-то его мелкой провинности Я не хотел быть королем И сейчас не хочу Но Если это нужно, чтобы Логейн получил по заслугам Я так и сделаю Я приму корону Ты только его послушай Теперь понимаешь, какой отвратительный выйдет из него король? Свои эгоистичные желания он ставит выше нужд страны Как ты можешь его поддерживать? А я думал, что мы хотим передать Логейна в руки правосудия Как забавно меняются планы, а? Ты отвергнешь весьма выгодный союз ради личной мести? Алистер, пожалуй, Ферелдену лучше обойтись без тебя Ты не можешь так поступить Мой отец мог оступиться, но в глазах народа он по-прежнему герой Помолчи, Анора! Все кончено! Не смей обращаться со мной, как с ребенком Я не шучу Дочери Анора никогда не взрослеют Они так остаются шестилетними сорванцами С косичками и ободранными коленками Отец Только немедли, Страж Я спокойно встречусь с Создателем Знаю, что Ферелден в твоих руках Сделаю Это мой долг перед Дунканом Итак, решено Алистер займет трон своего отца Именно это мне постоянно снится в кошмарных снах Ну да ладно, согласен Стало быть, решено Анора, собрание земель высказалось против тебя Теперь ты должна присягнуть на верность нашему королю И отказаться от всех прав на трон для себя и для своего потомства Если ты, Эмон, ждешь от меня этой клятвы Значит, ты плохо меня знаешь Вот только что Мы не можем обречь Ферелден на продолжение гражданской войны Нам нужна единая нация Если Анора не присягнет тебе, Алистер И не отречется от своих прав на трон Она станет угрозой для всех нас Что же, по-твоему, я должен сделать? Убить ее? На это я пойти не могу Знаете что? Давайте-ка поместим ее в башню Под замок Вдруг она нам еще понадобится Потом Благодарю, Алистер Ты отнесся ко мне с милосердием Которого от меня бы не дождался Что ж, хорошо Стража, уведите ее Ваше величество Не хотите ли обратиться к собранию? Ох, да это же я Ну, эээ Я никогда не знал своего отца Но судя по тому, что я о нем слышал Главное для него было защищать свою страну Готовьтесь выступать в поход Чтобы одолеть этот мор Нам понадобятся все силы Фералдена Но мы выйдем на битву И победим Нам пора отправляться В наших руках судьба Фералдена Ты сделала меня королем Когда все это закончится Меня коронуют Я все еще Да, я буду королем Дар о речи? Да я в ярости Как ты мог так со мной поступить? Я с самого рождения проклинал свою голубую кровь Не хочу я этого Никогда не хотел Сама мысль об этом мне противна Я знал, что именно этой судьбы хотел для меня Эр Леомон Но сам-то я никогда ее не хотел Я был уверен, что как-нибудь сумею от нее отвертеться Но тут явился ты и собственными руками возвел меня на трон Почему? А то, что я хочу, не имеет никакого значения, да? Смешно, но всегда получается именно так Я просто никогда не представлял себя правителем Из меня выйдет ужасный король, так и знай Как я могу принимать решения, которые повлияют на жизнь всего королевства? У меня, наверное, сейчас и выбора-то нет, верно? Я, конечно, буду стараться изо всех сил И еще я надеюсь, что ты будешь рядом и поможешь мне, ладно? Отлично, тогда договорились Эр Леомон уехал в Рэдклифф Сообщает, что армия уже в полном сборе И со дня на день готова выступить Надо и нам выдвигаться в Рэдклифф, как только будем готовы Мор ждет нас, верно? Мор ждет нас, верно? Мор ждет нас, верно? Его светлость уехал в Рэдклифф Все это так переважно Да! Конечно Да! Вин! Да, Алистер У меня в рубашке дыра Вижу Что? И что? Вдруг дыра станет еще больше И я простужусь Ну ладно, ладно Когда в следующий раз остановимся на отдых Я зашью твою рубашку Ура! И кстати, раз уж на то пошло На локтях ее тоже было бы неплохо заштопать Осторожней, молодой человек Не то у тебя будут проблемы посерьезней складок на одежде Я зашью твою рубашку Я зашью твою рубашку Я зашью твою рубашку Продолжение следует...